Привет, мои хорошие! С вами Селена Све. И сегодня я наконец-таки покажу вам свою коллекцию лаков. У меня вот такая вот коробочка. Я не знала, как это показать, чтобы мой фокус не гулял. У меня просто стоит функция, там, знаете, умная съемка. Я не хочу ее, честно говоря, убирать, потому что она делает какой-то красивый такой эффект. И я такая вся красивая какая-то. И все на свете. Если я начну там сейчас крутить, мутить. В общем, я до этого сняла вам свою коллекцию лаков и все запортачилось, потому что у меня вот так вот фокус гулял. Сейчас я сделаю вот как-нибудь, чтобы было нам удобно всем смотреть. Да, вы чтобы меня видели и лаки я тут буду вот выставлять. Будет их видно или нет. Сейчас вот так вот. Вот так вот сейчас сделаем. Так, вот что у меня здесь недавно купленное стоит. Вот как раз-таки вот сюда, вот под мой образ. Вот, да, персиковая я такая вся, что у меня персиковый попер в последнее время. Я купила вот такой стойкий лак. Мне его порекомендовали мои подписчицы. И такая раз. И в дырочку. В общем, вот такой вот лак. Называется вот он Элико... Элькоразон. Я все время, честно говоря, никак не могу запомнить, как он называется. В общем, я купила вот такой, вот такой. Он достаточно стойкий. Сейчас я вам покажу. У меня еще один есть какой-то цвет, но куда-то я его делала. А, вот он. Очень красивый цвет. Вот, очень красивые цвета. Вот он. Это персиковый лососевый такой вот. А это такой бешка. И мне, кстати, делают комплименты девочки. До сих пор спрашивают, что там у тебя такое за лаки. В общем, у меня их три. Они 2-3 дня держатся вообще очень хорошо. На четвертый уже какой-то один может слезть. И, в общем, мне они напоминают, честно говоря, вот шелак. Да, но только шелак немного дольше держится. Немножко по-другому. Но эти тоже достаточно плотные. Вот такая маленькая малявочка от Фаберлик у меня появилась. Тоже достаточно хорошо красится и держится хорошо, что я могу отметить. Мне это нравится. Вот эти вот раньше тряпочки я когда наращивала ногтями. Кто знает, когда наращивала ногтями. Вот я спешу, когда говорю, да, я не хочу просто затягивать видео. И у меня, получается, иногда такие словечки. Пожалуйста, не обращайте внимания. Я надеюсь, вы говорите. Я потом смонтирую свое видео. Я надеюсь, вы говорите. Я надеюсь, вы понимаете. Я когда монтирую потом свое видео, я сама смотрю, думаю, да, еперный, все вырезаю. Представляете, самые важные моменты. Жидкость для снятия лака. Вот у меня такая мечта. Кто-то, может, знает такое, потому что мечта у многих есть. Я имею в виду жидкость. Но мне она не очень нравится. Вообще, очень сложно найти хорошую жидкость для снятия лака, чтобы она стирала хорошо. И при этом она, знаете, не обдирались ногти вместе с твоим верхним слоем. Просто реально. Стираешь ногти, и они какие-то покореженные. Что их по-любому надо полировать. А полировка тоже не нужна часто. Я нашла, честно говоря, вот такую вот жидкость. Не я нашла, а точнее. Я попросила ли ногтей, она ехала ко мне купить. Она купила, и мне очень нравится. Она очень классно стирает ногти. Она без ацетона, по-моему. Она хорошо стирает, и ногти у меня, то есть, не нужно их полировать после этого. Они достаточно хорошие. Так что вот такой вот айсберг. Если вы где-то увидите, то попробуйте обязательно. Сейчас буду потихоньку я это все убирать отсюда. А, кстати, что я уберу просто вот так вот коробку. Буду все вот здесь вот выставлять. Да? Вдруг что-то вы захотите снова. Ну, жидкости я уберу. Все, вы увидели, да? Не будем захламлять то место. Дальше, что у меня есть. У меня много вот таких вот лаков. Они мне очень нравятся. Вот этой фирмы тоже. Вот такой вот фирмы. Вообще, я делю лаки на то, чтобы у них была очень удобная кисточка. Чтобы очень удобно накладывалось все. А я люблю кисточки, которые с одной стороны широкие, с другой стороны узкие. Видно? Широкая, узкая. Я очень люблю такие кисточки, потому что с ними очень-очень удобно накладывать лак. Я люблю, чтобы они быстро сохли и долго держались, да? Но это редкость. Здесь еще прорезиненные вот такие вот колпачки. С ними очень удобно. Если сильно лак закрытый, то прям сцепление есть, да? Значит, у меня вот такой розовый. Конечно, без розового никуда. Это цвет 8. А, нет, это у них нет. Не смотрите, это не цвет 8. Здесь не знаю какой-то. Потом вот такой вот перламутровый. Перламутровый очень лаки, очень хороши тем, что они достаточно держатся тоже неплохо. Но перламутровый, вы знаете, вы залезли за края, или вам нужно куда-то срочно побежать, или вам нужно подмазать где-то. Вот они в этом смысле неприхотливые, нежели матовые. Ты красят, что должен вырисовывать, все. А я этим накрасил, быстро побежал и хорошо. Я люблю такие лаки. Еще у меня вот такой есть Artistic Polar. Мне его недавно присылали на обзор, но я вам скажу, что это просто. Он на второй день уже весь слазит. Он достаточно быстро сохнет, красивые цвета, но он слазит. С ним нужно в комплексе еще иметь базу. То есть они вообще заявлены, лаки до 15 дней держатся. Но с ними нужно иметь базу, покрытие, в общем, целое дело. И тогда только до 15. А сам по себе кауэр вот этот вот, он держится, просто не держится. Он уже сразу слезает. Так, что у меня здесь есть? Ага, вот давно-давно мне еще моя девочка, которая делала мне маникюр, покрытие ногтей, когда я снимала уже свой гель. Раньше я все время наращивала ногти, не наращивала, а покрывала гелем, делала френч. Может быть, я перейду к этому опять. Но просто для этого нужно время. В общем-то, я не очень люблю заморачиваться. У меня сейчас вот обрезала вчера ногти, сейчас накрашу их каким-нибудь цветом и все. В общем, винилюкс, вот такая вещь, которая покрывается поверх любого, в принципе, лака и быстрее сушится за счет этого и более крепче и дольше держится лак. Стоит недорого, я покупала, не помню уже за сколько, но в принципе недорого, попробуйте. Это такое базовое покрытие, завершающее покрытие. Винилюкс. Ну, винилюкс, кстати, я слышала, что у них есть еще и разные цвета. Я не пробовала такие лаки, я не знаю, сколько они держатся, но было бы интересно попробовать. Дальше, 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 дальше. У меня много вот таких лаков, они уже у меня здесь 1300 лет являются, потому что я раньше любила рисовать на ногтях. Я их сразу так покажу. Вот такие они. Они разноцветные, это как раз-таки, знаете, цветочки рисовать, например, лепесточки, оранжевый, розовый, белый. Я их, конечно, проверила, потому что первый раз, когда я снимала видео, я разбирала вообще эту коробку, сейчас она у меня уже разобранная вся. И эти лаки я решила все-таки оставить. И вот они у меня лежат уже много лет, да? И при этом я думаю, ну, как-нибудь нарисую что-нибудь. И при этом я вообще до своих ногтей долезть не могу. Ну, пусть будут. Если кто-то ко мне в гости придет и скажет, блин, задари лак. Я, конечно, задарю. Дальше. Так, вот это что у меня? А, OPI, кстати. Раз OPI. По-моему, еще было у меня. Ну, давайте пока один покажу. Вот OPI. Я же не пойму, что это за цвет. Как я могла такой цвет взять? Это я покупала за свои деньги, 100%. Он какой-то черно-серебристый, перламутровый. Я не знаю. Я зимой, наверное, покупала. Не знаю, под что. Ну, OPI, в принципе, неплохие лаки, но я не помню, сколько держатся, потому что я им давно не красила. Что я могу сказать? Кстати, еще лайфхак такой хороший. Я вот скоро буду подготавливать видео для вас и вот записать надо. Лайфхак. Лайфхак очень хороший. Если вы хотите, чтобы ногти вообще очень долго держались, это блестки. Вот любой цвет, который вы хотите, покройте просто двумя слоями блесток и будет вам радость. Будет очень долго. Поэтому у меня есть вот такие лаки, которые действительно долго держатся, но при этом они очень плохо потом стираются. Значит, вот такие блестки. Красивые очень. Это что за фирма у нас? Три Плеша. Не помню, где я брала, а возможно в индустрии красоты. Потом вот такие вот палочки. Вот такие вот блестки. Но это просто перламутровые. Что это у нас? А, это тоже с прорезиненной штучкой, только маленькие. Здесь тоже, по-моему, кисточка интересная. Да, это их фирма. Меньше. Да, такая же кисточка. Такой персиковый с блестками. Вот такой тоже накрасил и побежал. И в принципе нет никаких проблем. Также у меня есть красные цвета. Кстати, вот я еще достала. Тоже я покупала. Вот этот цвет я соединюю. Не понимаю, вот. Как я могла такой покупать? Не, ну он красивый какой-то. Но что-то вот сейчас бы я не накрасила. Может потому что лето просто. Вот он. Интересный. Такая фирма. Необычный, да? Цвет. Также вот такие красные у меня есть. Значит, Golden Rose, наверняка знаете. И Remel. Вот Golden Rose у меня такая гнилая вишня. Мне такой цвет очень нравится. Гнилая вишня. Прям черный, да? И Remel. Такой вот красный, кровавый такой. Красный я считаю, что вообще должны быть у каждой девушки. Но это вот матовые такие. Они не матовые, но в плане без блесток. В принципе, мне нравятся. Вообще, мне кажется, лаки они все такие примерно похожие. Вот у меня такой зелененький еще из той же фирмы. То, что я вам говорила. Вот эти вот у меня. Буква S тут какая-то нарисована. Jane Michelle. Jane Michelle. Так, что тут у нас еще? Смотрите. Orly у меня вот такой есть золотистый. Ну, честно говоря, он так ужасно, насколько я помню. Смотрится на ногтях. Такой прям какой-то золотой. И его конкретно нужно под что-то. Потому что так он как-то вот смотрится не очень хорошо. А вот в тюбике классно, да? Такой золотой, крутой. Ну, оставлю. Посмотрим. Сейчас я блогер. Я сейчас могу вообще красить все, что хочу. Мазать там. Экспериментировать. Мне это по душе. Вот, кстати, еще. Еще у меня вот тут вот длинные такие. Старые лаки мои. Так, также. Ой, что это за фирма? А, тоже Golden Rose. Такой вот цвет. Видите? У меня преобладают розовые, персиковые такие вот цвета. Потом у меня, смотрите, гель-формула. Гель-полиш. По-моему, это средство для ногтей, марки. Уникальный лак-гель великолепно ложится на ваши ногти, сохраняя стойкость до 10 дней с покрытием. Топ-кот. У нас способ применения. Подготовить ногтевую пластину, нанести 1-2 слоя лак-геля, просушить каждый слой, нанести покрытие Топ-кот. Так я вот не поняла, что это такое. Здесь не написано, что это Топ-кот. Я уже забыла, представляете? Я наращивала ногти. Это черный лак. Это просто черный лак. Гель-полиш. Короче, это просто черный лак. Черный лак, да, он тоже должен быть. Так, что за фирма? А, вот тоже самое гель-полиш. Что-то мне кто-то, по-моему, рекомендовал. Вот эти лаки. Что они, типа, долго держатся, наверное. Тоже. Такой голубой. Надо будет проверить, что за фигня. Надо проверить будет, что за фигня. Дальше в фикс-прайсе брала, кстати, гель, который я наношу на кутикулу, потом двигаю ее, обрезаю. Я не люблю замачивать свои ногти, я люблю их средствами вот такими вот пользоваться. У меня еще средство такое же есть. Средство для удаления кутикулы, но уже его, по-моему, можно выбросить. Немецкое такое. Изи Нейлс. Вот, кстати, на этой косметике Изи Нейлс мы и работали. А вот у меня еще осталось это средство. Знаете, когда делаешь маникюрчик, там, Изи Нейлс. Это средство, когда делаешь маникюрчик, там, вот, чтобы грибка не было, ничего. Вот у меня осталось это средство. Это для удаления кутикулы надо выбросить. Да, разобрала, да не разобрала называется, да? Вот, и вот такими вот средствами я пользуюсь. Мне это нравится, чтобы не замачивать. Также вот еще розовенький, это тоже Golden Color Expert Golden Rose. Розовенький, нежный обязательно. Что-то у меня яркий розовый есть, а нежно-розового нет. Вот такой зеленый Golden Rose. Слушайте, глянь, у меня сколько их, Golden Rose-то. Вообще, море. Вот, вот. Это все вот Golden Rose, 4 штуки. Много, да? Так. Ну, вот такие вот, я не знаю вообще, откуда появились. Случайно где-то, наверное, у меня завалялись. Вот, кстати, опять же, вот оранжевый еще цвет. Слушайте, это где-то мне пришло, может, в бьюти-коробочке какой-то. Лаки. Я не помню, как они держатся, вот эта фирма. Вот эта фирма. Я не помню, как они держатся и что это такое. Типа под гель-лак что-то сделано. Потом вот такие непонятные, это мне приходили в бьюти-боксах. Тут вообще непонятные цвета, честно говоря. Знаете, на выброс какие-то. Потом Golden Rose белый обязательно. Потом еще парочка. Черный и синий, это с длинными кисточками. Длинные такие, для рисования. Поняли, да? Оно лежит, но я не рисую. Такой желтый лак я случайно взяла. Вообще не знаю, зачем. Ужасный цвет. Это у меня завершающий гель для моделирования ногтей. Это покрытие. И после него, когда наращиваешь ногти вообще, они просто... Вот кристалл, да? Вот здесь такая буква S. Они просто, честно говоря, зеркалились просто. Вот такие какие-то у меня есть блестки. Но я ими тоже не пользуюсь. Вот они тут красноватые какие-то, белые блестки для ногтей. Ай, что еще, что еще, что еще? А, вот такая штучка. Но, по-моему, 160 рублей. Нет, это я не в экспрессе убрала. Это, в общем, знаете, если вы вылезли где-то, подстереть. Подстереть. Очень удобно. Будет красиво. Особенно, когда вы красным лаком пользуетесь. Какие-то вот такие наклеечки у меня тут есть. Которые тоже один раз пользовалась, и все. Ну и все. В принципе, больше нечего показать. Вот такая вот у меня коллекция огромная. Просто лаков. Вот она стоит. Расскажите, что есть у вас. Что вам очень сильно нравится. Что бы вы выкинули. А что бы вы приобрели бы себе, попробовали. В общем, у меня уже болит спина сидеть в таком положении. Поэтому я с вами прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, мое видео это было вам интересным и полезным. И что-то вы для себя подчеркнули. В общем-то, вот так вот. Лаков много. Я ими не успеваю пользоваться. Я все люблю новое. Поэтому, как только у меня появляется какой-то новый лак, я его сразу экспериментирую. А потом снова хожу не накрашенное. Знаете, почему я особо не крашу ногти? Во-первых, не всегда я в такой суматохе. Не всегда я могу найти на них время, чтобы просто их даже стереть. А с ободренными не люблю ходить ногтями. Вот. И когда ногти не накрашены, они внимания не привлекают. Ну, ногти и ногти. Вот они. У меня просто ногти. Просто вот маникюрчик. Просто подстрижены, попелены. И все. И не привлекают. Что бы я ни делала, на мои ногти особо никто не обращает внимания. А если они накрашены, уже внимание привлекают. Поэтому я их редко крашу, потому что сейчас с ребенком, да, тем более. А до этого я, конечно, их покрывала гелем. Для меня это было супер. И сейчас я в поиске, на самом деле, лака, который будет держаться очень хорошо. Гель, лаки мне не нравятся. По одной простой причине, что я сама не могу их стереть. Конечно, можно купить это средство. Нужно нанести, сидеть, потом сдирать. И это не сравнится с тем, что мы просто взяли вот так вот, да, какое-то средство и стерли. Поэтому сейчас для меня номер один это лаки вот эти. Мне нравится, как они держатся. В принципе, мне понравился лак от Фаберлик. Но сказали, что там есть еще какой-то более стойкий, что специально стойкий есть у них какие-то. И надо напомнить мне, что вот это за лак и сколько он держится. Вот такой вот. Ну и в принципе все. Ну и вот покрытие Винилюкс тоже можно испытать. Насколько я помню, вот эти вот лаки и Golden Rose, они классно накладываются, быстро сохнут. Но сколько держатся, я уже не помню. В общем, надо экспериментировать. Ну и блестки, само собой. Это то, что вы накрасили и вообще про ногти забыли. Можно реально с ними ходить, с блестками, с ногтями, как с нарощенными ногтями. И они не отвалятся и не отпадут, смотря как вы накрасили. Чуть-чуть где-то подкололось, еще сверху слой сделать. Я помню, что маленькая была. Мы делали по 4-5 слоев вот таких вот блесток. И ходили, и снимали, стирали. Только тогда, когда уже отрос ноготь. И мы видим, что пора стирать. Но бывало, мы такие находчивые в детстве были, что мы еще и туда докладывали аккуратно лак. То есть, знаете, типа коррекцию себе делаешь, да? И это очень круто, очень удобно было. Кстати, надо вот попробовать вспомнить детство. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok